Перед тем, как посмотреть новую серию, я предлагаю вам обратить внимание на перспективный, развивающийся сталкерский игровой сервер в Гаррис Моди. Сама игра не имеет конкретного сюжета, этот сюжет создают игроки. Есть лишь небольшая призыстория, в которой говорится, что все действия происходят после основного сюжета игр серии Сталкер. На сервере возможен сбор артефактов и различных квестовых или игровых предметов. Также имеются мутанты и аномалии. Если вы хотите почувствовать себя в роли сталкера, то обязательно заходите и играйте. Адрес сервера я оставлю в описании. С виду туннель, который остался по левую руку от меня, был совсем не примечательным. Туннель как туннель, совсем не длинный даже. Проход в него был засыпан. В нем и выброса не переждать, но что-то там определенно было не так. Ау, есть здесь кто-нибудь? Я... Мне сообщение пришло. Сидорович сказал, меня ждут. Ау, ну кто-нибудь! Крики остались опять без ответа. Я начал нервничать. Так, вот поезд. Вот туннель. Но тут никого нет. Как там Сидорович сказал? Эм, э... Тебя ждут у поезда возле туннеля. Ну да, я вроде правильно пришел. Правильно ведь? Чего ты молчишь? В отчаянии постучал кулаком по экрану КПК. Ничего. Только зашуршала внутри оторванная деталька. Что делать-то теперь? Если я сейчас уйду, то, как я понял, буду рвать на себе шкуру. И буквально. А я не хочу. Не придумав ничего лучше, я начал швырять в туннель болты, выкрикивая нецензурное выражение. Но происходило что-то не совсем ясное. Металлические предметы будто отказывались лететь в туннель, и поэтому силой вылетали за его пределы. Обратный полет двух первых болтов я просто не заметил. Третий сильно удивил, а четвертый прилетел точно в лоб. Скрикнув от резкой боли, я свалился на землю. После пыток сектантов мой болевой порог резко снизился. Я это заметил еще в больнице, случайно защемив себе палец тумбочкой. Боль была такая, будто ноготь выдрали. И поэтому можно представить, что почувствовал сейчас, получив болтом по лбу. Незабываемое ощущение. Поскуливая от боли и изредка матерясь, я неуклюже поднялся с земли, потирая ушибленное место. Аширашина уставился на вход в туннель. Не сводя взгляда с завала, наклонился и нащупал пальцем еще один стержень с винтовой резьбой. Резко распрямившись, швырнул его в проход туннеля и тут же отскочил в сторону, так как предмет будто ударился в невидимую стену, не долетев до завала совсем немного, и с большой силой был отправлен назад в меня. В проеме туннеля засела какая-то аномалия. Понять бы только, какая. Достав побольше болтов, я сделал еще несколько метаний своеобразных снарядов. Оказалось, что невидимая аномалия затянула весь проход. Здорово, что это за ерундовина такая? Вытащив обрез и крепче сжав его, я вытянул руку вперед. Дуло обреза ткнулось в невидимое тело аномалии. По ней, как погладя потревоженной воды, пробежала рябь. Отдернув руку с оружием, осторожно ощупал дуло. Холодное не оплавилось и не поцарапалось, будто и не трогал аномалию. «Ну уж голыми руками я тебя щупать не буду!» Огляделся вокруг. В голову пришла одна интересная идея. Вытащив из рюкзака пакетик с сухариками, я высыпал все содержимое возле входа в туннель. Сам отбежал подальше и спрятался в кустах. Не очень хорошее укрытие, но лучше ничего не нашлось. Запах ароматизаторов от сухарей чувствовался и отсюда. Я надеялся, что любой голодный мутант учует его, подойдет поближе к лакомству, заденет аномалию и... Что-то случится. Снова запищал КПК, и я не раздумывая открыл сообщение. Увидев, кто его прислал, невольно хихикнул. Хех, Лукаш! Ну, тут три варианта. Либо опять глюк, либо Лукаш скурил что-то не то, ну, кактус, например, либо... Из противоположной низины высунулась пухлая, обляпанная грязью плоть. Либо меня все еще ждут. Плоть была явно заинтересована разбросанными сухариками. Вернее, их запахом. Неизвестно, понравятся ли они ей на вкус. Перченая же. Не заметив притывившегося в кустах меня, мутант без страха подошел к еде. Причмокивая отвисшие нижней губой, плоть наклонилась к сухарям. Слизнув горстку, мутант шумно захрустел. И перец дал о себе знать, что плоти не очень понравилось. Мотнув уродливой головой, плоть что-то забубнила, разбрызгивая слюни. Передней ногой она задела аномалию. По невидимой стене опять прошла рябь и плоть, как те самые болты, будто что-то выплюнуло из туннеля. Полуслепая тварь завизжала и начала метаться из стороны в сторону, не понимая, что с ней произошло. Наконец, она успокоилась. И замолчав, ринулась прочь от этого проклятого места. Проводив мутантов взглядом, я без опасения выбрался из укрытия. По крайней мере, для жизни эта аномалия не опасна. Подошел к проему туннеля и остановился в полуметре. Но что же ты за аномалия такая? Я поднял руку и осторожно вытянул ее вперед. Кожей на подушечках пальцев почувствовал холодок и легкое покалывание. Интересно, эта аномалия, она как-то относится к сообщениям на КПК? Может, она что-то вроде пространственного пузыря? Пока я разглагольствовал, по аномалии прошли прозрачные круговые разводы, хотя ее никто не трогал. Я ничего не успел даже подумать, как какая-то неведомая сила из туннеля схватила меня за горло. Подняв тело над землей и на секунду усилив давку на шею, невидимая рука отшвырнула меня в сторону. Истошно закричав от ужаса, я пролетел несколько метров и больно ударился спиной о рельсу. Отрезкой боли потерял на несколько минут сознание. С усилиями, перевернувшись на живот и встав на колени, на карачках отполз от железной дороги ближе к врагу. Отбрось меня немного правее, то затянула бы карусель. Просто повезло. Я не понимаю, Сидорович, я сейчас к тебе приду и обматерю, и алкаша того найду, и засуну ему этот проклятый КПК в одно место. Но прежде чем исполнить свою угрозу в реальности, я написал Таргашу гневное сообщение. Таргашу гневное сообщение. Таргашу гневное сообщение. входа в туннель, около пяти минут вглядывая в темноту, и вроде бы что-то заметил. Не то тряпка, не то мешок. Но достать его сейчас было невозможно. Единственный вариант – это пространственная аномалия. Только проблема военных. Сейчас день, а это значит, что они шатаются туда-сюда по мосту и несут службу. Но ближе к ночи, когда их командир идет спать, выглушив перед этим бутылку водки, солдаты могут расслабиться. Кто-то рассказывал мне, что военные, бывало, ночью пропускали сталкеров мимо своего блокпоста за просто так. Дождаться ночи я решил на дереве, заодно и вздремну немного. Устал за это время. Выбрав дерево потолще, я забрался на него и устроился на толстой ветке. Завел будильник в КПК на три часа ночи. Теперь можно спать. Единственное, что сейчас беспокоит, это голодный желудок. Проснулся резко, от противного скрежета будильника и чуть не шлепнулся вниз, забыв где сплю. Тьма стояла такая, что казалось ее можно потрогать. Густая, черная и холодная тьма. Я посидел еще немного, чтобы глаза немного привыкли к ночной зоне. Теперь видел очертания других деревьев, одинокий вагон и завал тоннеля. Звуки стали ближе. Где-то рядом похрюкивал кабан. Слышался смех сталкеров со стороны АТП. Спрыгнув с дерева, я быстрым шагом направился к мосту. На полдороге к месту пришлось присесть на корточке, а потом и вовсе распластаться на земле. Какой-то крупный мутант на четырех лапах прошел поперек железной дороги. Остановился на мгновение у колючей проволоки и спокойно перемахнул через нее. «Этого мне еще не хватало», — шоботом выругался я, подымаясь. Жаль, не смог тщательно разглядеть здоровенную тварь, поэтому мог только догадываться, кто это был. Скорее всего, псевдособака, но очень большая особь. Ну, не химера же в самом деле на кордоне. Чем ближе подходил к разломному мосту, тем отчетливее слышал разговоры военных внизу у костра. Я, значит, ухватываю у него кинжал и хрясь ему между глаз. Да ты это уже сто раз рассказывал. Надоело. Солдаты были увлечены разговорами, но я не стал в наглую ломиться к ним. Пригнувшись, медленно приближался к железным сводам моста. Сквозь темноту проступили очертания лестницы наверх. Я крепче вцепился в перила. И как я в монолите по крышам скакал! Проглотив ком в горле, начал неспешный подъем. Беспокоился, что если наступлю на ступеньку чуть громче, то военные могут услышать меня. Вот тогда начнется свето-представление. Оказавшись на самой верхушке моста, я ненароком присел, почувствовав мгновение ветерка. Так, пузырек, где ж ты есть? Внимательно вглядываясь во тьму, смог заметить, как пульсирует воздух в одном месте. Пространственная аномалия и вправду выглядела как огромный мыльный пузырь, зависший между двух треснувших балок. И добраться до него будет сложно. Расставил руки во все стороны. Ступил дрожащей ногой на железную балку. Сделал первый, неуверенный шаг. Мало того, что было темно, высоко, дул ветер, внизу сидели военные, так еще балка начала поскрипывать. Когда дошел до широкого соединения балок, смог перевести дух. Но почему я? Чем я такой особенный? Обычный сталкер. Подумаешь, когда-то в секте состоял. Все мы не без греха. Глубоко вдохнув, будто перед погружением в воду продолжил движение. Успокойся, не ной. Что ты как баба прямо? Да, высоко, но если упаду, то сразу насмерть. Хм, хорошая перспектива, блин. А? Что это? Тут из-за подозрев неладное замер. Дошел до последнего соединения балок. Пузырь был теперь совсем рядом. Руку протяни и дотронешься. Но нет. Последняя железка оторвалась от остальных и теперь торчит особняком в стороне. Ты о чем? Там наверху кто-то есть. Где? На мосту? Да, на железках. Я вроде видел что-то. Военные засуетились. Медлить было нельзя. Повернувшись к крайней балке, я крепко стиснул зубы, сжав до боли кулаки. Сначала ступил правой ногой, а затем левой. Вроде просто, а страшно. Осталось преодолеть пару метров до аномалии. Взвизгнули пули из автомата, ударившись о железки. Я быстро глянул вниз на солдата. Трое скрылись из виду, похоже бежали на мост. Шумно выдохнув, побежал по трясущемуся мосту к пузырю. Возле левого уха свистнула очередная пуля. Чуть не продырявила капюшон, а вместе с ним и голову. Закричав, совсем уж не по-мужски, я оттолкнулся от единственной опоры и прыгнул в пространственную аномалию. Ощущения были неприятные, будто в желе макнули. Но длились они всего секунду, вместе со слепительной вспышкой перед глазами. Я упал на живот и лежал почти минуту, боясь пошевелиться. Наконец, застонав, привстал. О, рюкзачок! Перед носом оказалась та самая тряпочка. Что я заметил еще днем. Прижав за чем-то находку к груди, я сел и боязливо оглянулся. В бункер Сидоровича я пришел зилой, голодный и страшно уставший. Я прождал в туннеле всю ночь и утро, но никто не пришел. КПК за это время писал два раза. Ахинею от Воронина и от какого-то Меченого. Спускаясь по каменным ступенькам, я заметил, что железная дверь открыта нараспашку. У торговца был какой-то незнакомый сталкер в темном комбинезоне, но он меня не интересовал. Мне нужен был только житель чертова бункера. Мужчины спорили о цене на оружие. Сталкер требовал дать ему скидку за свои боевые заслуги перед родиной зоной и за выполнение сложного поручения от Сидоровича. А тот, в свою очередь, советовал не мечтать о скидках. «Ты!» Закричал я дурным голосом еще с лестницы. Сталкер вздрогнул и обернулся, глядя на меня испуганными непонимающими глазами. И, видимо, мужчина решил, что я обращаюсь к нему. Сидорович с любопытством выглянул из-за его плеча. «Мерзкий выродок вонючей псевдоплоти! Из-за тебя меня военные чуть задницу не поджарили! Ты хоть знаешь, какие пируэты мне пришлось выписывать, прыгая по этим балкам, дерьмо-кровососье!» Сталкер в темном посторонился в сторону, наконец поняв, что орут на торговца. «Что ты ухмыляешься, рыло кабанье? Думаешь, это смешно? Смешно, да! Я чуть не обделался, когда увидел такое!» На экране было то самое сообщение о моем суициде. «Эй, слушай, не кипятись. Ну, всякое бывает. Это же зон». Я наградил его таким взглядом, что мужчина невольно отступил на шаг назад. «На! Бери свой рюкзак! Подавись! Подавись! Сожри его и подавись! Сталкеру надоело слушать вопли. Он схватил меня за шиворот и потащил к выходу. Я требовал, чтобы нахал отпустил меня. Как он вообще посмел так себя вести? Мало того, что полярник, как оказалось, так звали этого сталкера, прерывал серьезный разговор с торговцем, так еще таскает по всему кордону, как девицу какую-то. Непростительно. Он поставил меня на землю только тогда, когда затащил в деревню. Я все равно рвался в бункер, желая влепить торговцу в глаз с размаха сапогом. Немногочисленные любопытные сталкеры глазели со всех концов деревни на эту странную картину. Смущенно оглядевшись по сторонам, сталкер сокрушенно вздохнул. Коротко замахнувшись, отправил меня в долгое бессознательное состояние. Очнулся я только на следующий день с тугой головной болью. Обнаружил себя на матрасе, в полутемном маленьком подвале. Удивительно, но в подвале набилось столько сталкеров, что яблоку было негде упасть. В окружении сталкеров пришлось сидеть весь последующий день и ночь. Дело в том, что ученые посоветовали не высовываться из укрытий до утра. И сталкеры, как послушные малыши, торчали в подвале, нервируя меня своими плоскими анекдотами. Спали, как шпроты в банке. На матрас ко мне свалилось сразу два парня, еще возмущались, что места мало. А потом такой храп стоял, аж стены дрожали. Несколько дней пришлось провести в деревне новичков. Из-за недавнего выброса чувствовал себя очень паршиво. Постоянно кружилась голова и тошнило, что невозможно было нормально поесть. А стоило наклониться, как из носа фонтаном брызгала кровь. Проснувшись сегодня утром, почувствовал себя лучше. Сидеть в деревне уже не было сил. Достали сталкеры со своими подколами. Проверив обрез, я поправил лямки рюкзака и пошел в сторону трассы. Я уже мысленно послал деревню и всех ее временных обитателей на три буквы, как вдруг меня окрикнули по имени. Привет. Ты уже уходить собрался? Собрался. Ну, не дуйся. Слушай, ты сейчас на свалку? Мне по пути. Я на Росток. Я на Склады хотел. Слышал, что у Свободы случилось что-то. За работу заплатят хорошо. Ясно. Анархист не значит. Я в долг решил вступить. Славные ребята. Может и ты к ним? Да нет. Не думаю, что с моим послужным списком меня примут хоть какую-то группировку. Подумав недолго, я согласился пойти вместе с Полярником. Вдвоем оно веселей и безопасней. Тем более у Сталкера за спиной модифицированный автомат Калашникова. Не то, что обычный двухствольный обрез. Сначала все было мирно. А вот у моста получилась неприятная заминка. Военные с подозрением косились на меня и заломили высокую цену за проход. Денег было мало, поэтому Полярнику пришлось доплатить. У нас тут недавно какой-то придурок по балкам скакал. Прямо у нас над головами. А, да это псих какой-то. Говорят из Монолита. Я видел его издалека. Не поверить. Сидел на дереве, в чем мать родила. Над головой, оторванными хвостами, собак размахивал. Двое военных озадаченно переглянулись. Я почесал затылок. Ладно, идите уж. Почти до самого КПП шли молча. Первый не выдержал я. Голый Монолитовец сидел на дереве и размахивал хвостами. Нет, я не к должникам, а к анархистам надо. Это у них такая фантазия больная. Ну извини, я разнервничался и выдал такую хрень. Но вояк впечатлила. Ты только представь. Нет уж. Я никогда не буду сидеть на дереве с голой задницей. Тихий, не зарекайся. В зоне все может быть. Начинало припекать. Я был бы рад снять куртку, но она была единственной защитой. Мог бы потребовать денег за сумку у Сидоровича и купить на них нормальную копировку, но гордость и обида не позволили. Тихий, а правда, что в налить итого? Братская любовь, траляля и... Ты на что намекаешь? Да так, слышал. От кого, не помню. Что за ересь? Я презрительно фыркнул. Пройдя пару метров по дороге, вдруг остановился. На асфальте виднелись старые засохшие пятна крови. А рассматривая их, я болезненно поморчился. Ты чего? Тошнит? Нет, просто... Воспоминания об этом месте плохие. Следы крови остались от погибших бандитов. Их разорвал на части огромный кровосос. Прямо на глазах у меня. Эта сцена очень впечатлила. Тогда еще совсем новичка. Я часто вспоминал ее, пока забота о процветании клана не вытеснила прочие ненужные мысли. Семью. И до этого момента я не думал о погибших бандитах. А сейчас, увидев следы крови, воспоминания сами нахлынули. Слушай, тишка, я тут как-то артефактов в кучу нарыл. Вдруг зоны милостива теперь повезет. У меня отклик. Ну и что? У меня сварок. Пошли. А еще у меня куртка хреновая. Достав из кармана детектор, я пошел вслед за напарником и поднялся на холм. Значит так, я пойду вон туда. Видишь, где скопление жарок, а ты, тише, вот туда. Я без энтузиазма проследил за указательным жестом напарника. С другой стороны широкого холма было намного меньше аномалий. Насчитал две электры и три трамплина поодаль. У меня контейнера нет. Сейчас хотелось быстрее добраться до бара. Желания скакать между трамплинами что-то не было. Ничего, ко мне положишь. Отговаривать его было бесполезно. Пожелав друг другу удачи, мы разбрелись в поисках артефактов. Подбирая земли разбросанные кем-то болты, я бросал их в подозрительные места. Некоторые аномалии мог не заметить с холма. Так я обнаружил одну слабенькую электру. Иногда поглядывал на часы в КПК и быстро бегущее утерянное время не радовало. За полтора часа нашел только одну медузу и крохотный бенгальский огонь. Я пока положил их на землю возле колючего кустика. Так как таскать их просто так в рюкзаке побоялся. Фонить начнут еще все вещи и я заодно. Захотел сделать перерыв, отошел на безопасное расстояние и посмотрел в сторону полярника. Сталкер был довольно далеко от меня. Он сидел на корточках глядя на экран детектора. Я увидел справа в двух метрах от него всполохи. Это жарко дает о себе знать. Почувствовав на себе пристальный взгляд, полярник поднял голову и улыбнулся. Вытащив некий артефакт из контейнера, Сталкер показал мне находку. Я завидно хмыкнул. Мамины бусы. Везет некоторым. И будто бы в издевку полярник указал пальцем свободные руки на артефакт и показал на раскрытую ладонь. То есть нашел ни много ни мало пять штук. Зараза, проворчал я, наблюдая, как будущий долговец показывает новый артефакт, вытащенный из контейнера и три пальца. Нашел три крупных глаза. Прорычав сквозь зубы от зависти, я отвернулся от него. Потоптался около минуты и решил покинуть выделенный мне участок поисков пройти немного дальше. Через каждые два шага я оборачивался назад. Филипп, так в действительности звали моего напарника, наблюдал за моими передвижениями. Чем дальше я шел, тем больше его скрывал холм. Когда я обернулся пятый раз, полярник показал большой палец и кивнул, мол, удачи и будь осторожен. Обойдя бетонную плиту, обернулся последний раз. Мой спутник совсем пропал из виду. Ну ладно, полчасика покопаю здесь и позавоиваю идти дальше. Бросил несколько болтов вперед и справа. Пять упали нормально, а один подскочил вверх по неправильной траектории. Еще один трамплин. Медленно, приставными шагами начал обходить невидимую аномалию. Детектор молчал. Справа от меня был еще один холм. Его верхушку украшал старый автобус. Где-то за холмом покоится кладбище брошенной техники, если верить карте в КПК. А дед, как уже известно, может и соврать. Хм, да, мне б сейчас полежать на кроватке, на мягенькой. И тут мой взгляд заметил это. Из-под бетонной плиты донеслось необычное желтоватое свечение. Немного приблизившись и наклонившись, я увидел артефакт ночная звезда с тонкими, пульсирующими желтыми ворсинками. Я чуть слюнями не захлебнулся. Ох, ты ж моя красавица! Я плюхнулся на колени и потянулся к звезде, но прежде, чем пальцы успели коснуться ворсинок, отдернул руку. Что-то не так. А где трамплин, что породил ее? Он должен находиться у бетонных плит, или артефакт укатился от трамплина, что был чуть поодаль. Опа! Попалась рыбка! Понятно. Это приманка для лохов. Я попался на нее как настоящий лох. На затылок больно надавили. Поднимайся и руки вверх. Стараясь не делать резких движений, поднялся с земли и, повинуясь неизвестным, поднял руки. К нам поднимались трое парней. По их внешнему виду можно было сказать сразу и с уверенностью. Это бандиты. Ну че, гони бабло. У меня нет денег. Я пустой, клянусь. Маяки обобрали до нитки. Че ты ноешь как баба? Гони арты тогда. У меня вон только медузы и бенгальский огонь. Я их там оставил акустика. У меня контейнера сейчас принесешь нам свои арты и найдешь еще. А будешь плохо искать, я буду тебя по пальчику отрезать. Понял их? Да, да. Я активно закивал, про себя ругая полярника за медлительность и глухоту. Что-то тюкнулось о поверхность бетонной плиты. Что-то небольшое и темное. Граната, пацаны! Бандиты сообразили намного быстрее меня. Два парня сиганули вниз, и главарь в панике рванул к трассе, перепрыгнул через трубу и угодил в притаившуюся в тени воронку. Последний четвертый бандит сделал эффектный кувырок в сторону бетонного укрытия и юркнул за него. Я же развернулся на 180 градусов и побежал прочь, в панике пытаясь найти глазами хорошее укрытие от осколков гранаты, но его не было, впрочем, как и взрыва. Раздался только дикий «Чисто психологическая атака!» Теперь кричал определенно Филипп, откуда-то с холма, но перед тем, как воспользоваться советом напарника ускорить темпы, я быстро вытащил обрез и развернулся в сторону одного из бандитов. Одновременно со мной высунулся четвертый бандюга, поднимая автомат. Картечь из обреза попала в его правое предплечье. Не убил, хоть боевой настрой отбил. Продолжать перестрелку дальше я не хотел, опять-таки куртка слабовата. Сталкер открыл огонь по бандитам, осмирившимся высунуться из укрытия. Я, матерясь, вскарабкался наверх. У самой верхушки пришлось уткнуться в землю, так как ответная автоматная очередь чуть не задела меня. Спуск к трассе был намного быстрее. За спиной кто-то из бандитов закричал, поняв, что погиб один из них. Вслед посыпались страшные угрозы смотря на гневные выпли, бандиты не стали нас преследовать. Добежав почти до самого блокпоста долга, мы остановились. Я сел на корточки и часто задышал, пытаясь отдышаться от марафона на свалке. Ты как? Они тебя не успели ничего такого? Нормально все. Я там два арта оставил. Блин. И спасибо, что помог. Да ладно, артефакты хоть ценные были. Для меня да. Финальный блокпост долговцев перед входом на территорию бара встретил нас неприветливо. По крайней мере, меня они точно не рады были видеть. Смотрели, как на нечто отвратительное и дурнопахнущее. Накаляющую обстановку уладил полярник. Задобрил долговцев своим пылким желанием вступить в их ряды. А, наслышано тебе. С Янова тебе хорошие отзывы дошли. Идем за мной. Генералу провожу. А ты что, в бар собрался? Ну, я, это, ненадолго. Ха, оно и к лучшему. С фанатиками тут короткий разговор. Так он же бывший монолитовец. Бывшие монолитовцы бывают только мертвыми. Низко наклонив голову, я поспешно покинул блокпост, даже не успев попрощаться с Филиппом и пожелать ему удачи, как обычно водится в зоне. Я был слишком расстроен и погружен в свои мысли. Конечно, я представлял себе, что мне здесь не будут рады, но не думал, что настолько. Видимо, еще повезло, что автоматом насквозь не прошили. Наверное, если бы не напарник, унявший их злость, так бы и случилось. Как-то нехорошо с ним вышло. Долговцы, которых я встретил по пути до бара, недовольно косились в мою сторону, а один, что шел навстречу, больно толкнул плечом. Еще сам огрызнулся, что я под ноги не смотрю. Сталкеры напротив не обращали на меня внимания, то ли упорно игнорировали, то ли правда не замечали. В баре обстановка была не лучше. Трое в стельку пьяных долговцев ветеранов, увидев меня, разом замолчали и начали сверлить полным ненавистью взглядом. Молодой сталкер, занявший столик у входа, непонимающе посмотрел на пьяную компанию. Он не понимал, чем вошедший вызвал такую реакцию. Бармен негромко разговаривал с каким-то мужчиной возле стойки. Я, глядя в помещение, занял пустой столик неподалеку от стойки бармена. Он привлек меня незабытым батоном булки. Своей еды не было, как и денег. Придется опять подъедать крошки. Вот крыса! Не, ну глянь! А я в Припять однажды в ру... рукопашную с фанатиком пошел. Я ему череп то раск... раскроил. Главное, чтобы меня не раскроили. Компания хоть и пьяная, но не стоит забывать, что они ветераны долга, и их трое. То есть, если дело дойдет до драки, она закончится быстро, и не в мою пользу. Я стараюсь не ввязываться в рукопашный бой. Ну, нет, не отрицаю, были случаи, но перед тем, как вступить в схватку, я оцениваю свои силы и силы противника. Допустим, если на меня прет простой свободовец, сталкер, бандит или долговец, я его запросто уложу на лопатки, а если их несколько, скажем, трое, будет гораздо сложнее, и скорее всего я отступлю. И также, если мой противник один наемник, даже против одного наемника я не выстою. Они обучены намного лучше, чем рядовые монолитовцы. Пьяные долговцы опять зашумели, рассказывали друг к другу наперебой о своих битвах на просторах зоны. Стоило быстрее уйти в сторону базы свободы, может те примут радушнее, или наоборот еще хуже. Есть у меня тайничок в деревне кровососов, вот только добраться туда проблематично. Размышляя о том, как будет легче дойти до тайника, я не заметил, как в бар зашел один человек. Высокий долговец в тяжелый бронеклана, со скрытым шлемом лицом. Остановившись на лестнице, он огляделся и заметил меня. Эй, ты, тихий. Подскочив от неожиданности, я выронил хлеб. Долговец быстро подошел ко мне, глядя сверху вниз. От испуга я еще больше сжался. Мне кранты. Взрывая мгновенье через сотни лет, мы растаем в пыли своих надежд, оставляя поколеньям горький след.